Добрый день дорогие друзья, рада вас снова видеть у нас на канале агентства недвижимости в Испании Alex Home Invest, с вами ваш менеджер Эльвина. И сегодня мы хотим показать вам виллу от застройщика, она позади меня, каркас уже стоит, готова вилла будет к лету 2023 года, то есть уже к лету следующего года. И вилла у нас для большой семьи будет иметь участок 360 метров квадратных, сам дом общая площадь будет иметь 230 метров квадратных и она предлагает 6 спален, 4 ванных комнаты и 1 санузел. Помимо этого у вас будет нижний этаж, как раз таки там будут располагаться 2 спальни и свой санузел, вы его также можете оставить одним большим пространством и также будет соляриум, с которого будут шикарные виды на море. А теперь давайте про само местоположение, идеально просто для тех из вас, кто любит природу, кто любит тишину, уединение, потому что у нас тут зелень рядом с нашей видой. Почему она выигрышная и мы хотим ее вам предложить, потому что она угловая, соседей у вас так много не будет, только по одной стороне. И прямо рядом с виллой у нас дорога не проезжает, здесь будут ездить только те, кто же будут жить в наших виллах. И рядом, прямо напротив, у нас есть парк, зеленая зона шикарная, с тропами, вы можете с собакой гулять, с ребенком исследовать, в общем, есть где погулять. И этот парк, у нас зеленая зона, застраиваться не будет. Что касается застройки, то застраиваться у нас будет другая сторона, но она к вам, в принципе, не относится. И, конечно, обилие гор, обилие природы, рядом у нас пляжи, на машине, конечно, свой автомобиль понадобится, потому что вся инфраструктура находится именно в езде на машине. Если хотите до пляжей добраться, у нас тут есть много на выбор. Альтея 15 минут, пляж Альбира 15, пляжа Бенедорма 20 минут. И также вся инфраструктура необходимой школы. У нас тут школа популярная английская, Элианс, она находится всего в 7 минутах езды. Также все супермаркеты, мэрия, все, что необходимо, кафе, бары, рестораны, также в 5 минутах езды на машине. И сейчас я вам предлагаю пройти на пилотный вариант. Он уже продан, но в любом случае будет служить нам как примером, что застройщик включит в нашу виллу и как она будет примерно выглядеть. Мы сейчас находимся с вами на пилотном варианте. Сразу предупрежу вас, что он меньше по размерам. Во-первых, сам участок пилотного варианта имеет 300 метров квадратных, а дом, который мы предлагаем на продажу для большой семьи, он имеет участок в 360 метров квадратных. И если сам дом в пилотном варианте 150 метров квадратных, то наш дом с вами будет иметь 230 метров квадратных. То есть намного по размерам больше. И давайте мы на примере этого пилотного варианта расскажу вам, как застройщик обустраивает саму террасу. Во-первых, у нас есть отдельный вход как для пешеходов, так и автоматические ворота. Не забывайте, что вилла у нас будет оснащена абсолютно всем. И также будут автоматические ворота на один автомобиль. Помимо этого застройщик обустраивает саму террасу вот такой плиткой. Она не скользящая, а специальная плитка. И, конечно, уже делает полностью бассейн, очистительную систему устанавливает, ставит душ. При желании, если вы захотите, конечно, за отдельную плату можно будет с застройщиком обсудить, постелить, например, какой-то газон живой, либо какой-то другой материал, если вам захочется, гравий. Помимо этого будет иметься зона, где вы можете, например, установить либо барбекю, также застройщик вам может это сделать. И позади дома, с другой стороны, застройщик будет сажать деревья. И другая важная деталь – это то, что застройщик, конечно же, устанавливает внешнее освещение, именно наружное, и такие интересные элементы, как подсвет келет, которые придают тоже свою стилистику. А сейчас давайте посмотрим виллу изнутри. Не забывайте, что это пилотный вариант. Он сейчас используется застройщиком как офис. Что касается нашего пилотного варианта, то эта зона используется у нас как гостиной, будет использоваться как гостиная. И, конечно же, застройщик предоставляет кухню. Можете обратить внимание, во-первых, какие варианты искусственного газона он предлагает. Кухня – тоже достаточно большой выбор именно материалов, расцветок. И кухня будет также идти уже со всей бытовой техникой встроенной. Кухня углеобразной формы со своим островком. Также дополнительное окно у нас для натурального света. И на вот эти элементы можете не обращать внимания. Конечно же, холодильник у нас будет встроенный. Также у этого застройщика примечательно, что дополнительно есть пилар, то есть несущая стена, где у нас спряталась вот такая полочка, если вдруг какие-то консервы что-то спрятать, например, дополнительно. И также у нас есть интересная деталь – это внутренняя патио. Опять-таки используется, во-первых, у нас здесь заходит с вами натуральный свет. И далее, вы видите, можно пройти в зону прачечной, где расположился нагревательный бойлер на воду и также стиральная машинка. И есть место дополнительно, чтобы поставить сушильную машинку. Это тоже у нас застройщик. Стиральную машинку, например, входит в стоимость. И сейчас давайте посмотрим наши две спальные комнаты. Расположились они друг напротив друга. Начнем с первой. И пока идем, покажу вам. Есть дополнительное место для хранения. Это небольшая кладовка, расположилась она под лестницей. Очень удобно. И также здесь у нас спрятались щитки и коробка для интернета. Двери у нас, отмечу, магнитные. И, конечно, сама спальня стандартных испанских, так скажем, размеров. Можете на примере этой спальни уже видеть, что все разъемы, как это все будет выглядеть. Есть место для кровати. Конечно же, везде в вилле у нас установлены электрические жалюзи. Есть центральное кондиционирование. И есть свой санузел. Он имеет душевую кабину с тропическим душем. И вся сантехника у нас навесная. И, помимо этого, удобство большое, достаточно гардеробное. Со своими полочками даже можно есть место, например, что-то дополнительное, какие-то полочки сделать. Сейчас давайте с вами пройдем в часть напротив, где у нас расположилась вторая спальная комната. И по пути дополнительный санузел. Он используется именно как гостевой. Окно для проветривания. Можете обратить внимание на плитку. У нас везде застройщик установил разные плитки, чтобы вы могли видеть именно всю палитру. И, конечно же, имеется свой встроенный шкаф. И эта спальня у нас выходит на заднюю часть нашей виллы. Как раз-таки здесь будут посажены деревья фруктовые. И дополнительно, если вы хотите, автополив, это все также будет входить в стоимость. И также обратите внимание, насколько застройщик уделяет внимание таким деталям, как, например, украшение лестницы. Кстати, подсветка лет у нас тоже используется по всему дому. Это тоже входит, все входит в стоимость нашей виллы. Все периллы у нас выполнены из стеклянных перегородок с нержавеющей стали, чтобы не съедалось пространство. И мы сейчас с вами заходим в нашу третью спальную комнату. Мне нравятся, конечно, виды. Виды тут шикарные, но имейте в виду, что этот пилотный вариант, это виллы уже выкупленные. Она смотрит у нас вперед на море. Тот вариант, который мы вам предлагаем, он будет смотреть чуть-чуть боком, но в любом случае у вас тоже будут виды. И помимо этого у нас есть своя гардеробная, довольно просторная и свой санузел. И мне нравится, что спальные комнаты у нас не соединены стенкой к стенке, а находятся все-таки в отдалении друг от друга. И вот эту спальню я бы ее, наверное, использовала как главную хозяйскую спальню. Конечно же, виды шикарные, просто нет слов. Также имеется гардеробная своя и санузел. Не забывайте, что во всех санузлах у нас теплые полы. Помимо этого, если хотите в каждой комнате, например, настроить какую-то температуру, это можно сделать с помощью центрального кондиционирования. Из нашей спальной комнаты мы с вами выходим на террасу. Также имеется отдельный выход из коридора. Терраса, конечно, шикарная, очень просторная. Есть везде необходимые сливы, если вдруг дождик пошел. И именно здесь, на этой террасе, у нас с вами есть винтовая лестница, которая ведет на соляриум. Соляриум, конечно, у нас открываются просто панорамные виды. И сразу отмечу, что наша вилла находится позади, и она будет еще выше этого. Поэтому у вас с соляриума, с нашей виллы будут также панорамные виды, еще более открытые. Единственное, со второго этажа у вас будет вид на море на рощу. И также небольшой вид на море, возможно, будет в сторону виллы Хайосе. И пару слов буквально про соляриум. Застройщик одну часть соляриума будет застелать плиткой, другую может застелить вот эту именно газоном, чтобы вы здесь могли наслаждаться видами. Также есть, имеются все сливы. И важная деталь. Застройщик уже устанавливает, вы можете видеть, как у соседних вилл, батарею, электропанель на нагревание воды. Поэтому нагревание воды, конечно, у вас будет очень экономичное. И дополнительно я бы использовала какую-то часть соляриума, чтобы установить солнечные панели именно на электроэнергию. Таким образом, конечно, у вас будет очень-очень энергосберегающая вилла. Ну что, друзья, вот такой пилотный вариант мы с вами посмотрели. Не забывайте, что у нас у застройщика осталась вилла для большой семьи. Она больше по размерам, чем этот пилотный вариант. Еще раз напомню, имеет она участок 360 метров квадратных. Сама вилла у нас будет иметь 230 метров квадратных общей площади. И не забывайте, что там у нас будет 6 спален, будет 4 санузла плюс 1 туалет. И помимо этого у нас будет нижний этаж, верхний этаж, как мы с вами здесь смотрели, соляриум. И будет еще цокольный этаж, где будут располагаться именно 2 спальных комнаты. И давайте поговорим о стоимости. Вилла у нас будет идти в полной комплектации, совсем просто необходимым. Вам останется только завести мебель и заехать жить. И стоимость данной виллы будет 569 тысяч. Если вас заинтересовало данное предложение, звоните, пишите нам, торопитесь, потому что это последняя вилла у застройщика, которая осталась. Также скажу, что у застройщика есть другой проект, который находится чуть ниже. Он отличается меньше по площади, меньше по спальням, но по цене он также более экономичный. Поэтому, если вам он будет интересен, обратитесь ко мне. Я вам скину все необходимые планы и сброшу всю информацию. А я вам желаю хорошего дня, хороших каникул и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok